Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем выживать в великолепной игре под названием Bonfire. Ну а если вам нравятся ролики по этой игре, не забудьте, пожалуйста, поставить палец вверх. Буду вам очень благодарен. В общем, в конце прошлой серии произошло нечто ужасное. На меня напал какой-то новый, необъяснимый и очень жесткий монстр, который просто убил моего главного героя. Мне не хватило обороны, мне не хватило бойцов, поэтому сегодня мою деревню будет охранять не два солдата, а уже, наверное, штуки три, а то и четыре, потому что, ну блин, это слишком жестко. Будем надеяться, что днем кто-то придет в мою деревню и станет бойцом. Он будет защищать не только мою жопу, но еще и свою. Плюс получит еду. Еды у меня много. Пока, правда, никто приходить почему-то не хочет. И да, я могу построить рудник. Ладно, давайте это сделаем. Все равно заняться больше нечем. Может, рудник привлечет новых поселенцев. Я не знаю. Если останется, как и сейчас, восемь рабочих, отлично. Отлично. То мы проиграем. Но нет, приходит два. Ух, парни. Ну что ж, ребята. Сегодня вас ждет очень веселая ночь. Берите в руки копья и готовьтесь к битве. Такс, копья сначала нужно сделать. Сразу два. А, еще и факелы нужны. Ведь каждому солдату нужен факел. Такс, вы не будете рабочими. Вы будете, друзья, охранниками. Такс, и ты, чувак, тоже будешь охранником. Теперь вам нужно дать копья. В четвером, я думаю, мы сможем отбить эту атаку. Пускай, пускай кто-то умрет. Но главное, что я выживу. Остальное меня и не волнует. Отлично. У нас есть четыре бойца. Пускай они отсыпаются. Ночью их ждет война. Ночью их ждет битва. Потому что солнце уже практически скрылось за горами. А значит, вот-вот заиграют барабаны. И это произойдет. Ух, надеюсь, переживем. К сожалению, кроме рудника, я ничего построить больше не успел. Хотел построить кузницу. И да, эту кузницу нужно все-таки делать. Я откладывал это на самый последний момент. Думая, что, блин, нам же хватает. Вроде бы как и копий, чтобы отбить вторжение. Но нет, нужно создавать более серьезные вещи. Надеюсь, это будут доспехи и какие-нибудь мечи. Оба-на-да. Они вышли сражаться. Отлично. А я пока буду работать на руднике. Готовиться к следующему вторжению. Не знаю, потребуется ли им моя помощь. Нужно ли будет мне брать в руки. Хотя, что я могу взять в руки? Ведь того гиганта я бил голыми кулаками. И ни к чему хорошему это не привело. Жалко. Очень жалко. Так вот только... Оба-на. Да. Метеорит свидетельствует о том, что сейчас будет настоящая жопа. Из-за того, что мне пришлось сделать почти всех бойцами, кто будет добывать на руднике железо, непонятно. Ну, надеюсь, днем еще кто-то придет. Блин, это же будет жопа. Сейчас кто-то погибнет. И не факт, что днем появятся новые жители. Не каждый день кто-то ко мне приходит. Это сегодня повезло, что два чувака решили, чтобы я их приютил. Ну, ладно. Как пойдет, так пойдет. Загадывать не стоит. Ну, играйте барабаны. Самое гадкое ощущение это ожидание. Вот это вот мандражирование. Вот это предвкушение грядущих событий. Просто давайте, пустите мне это. О, да, я это слышал. Тварь. Уже на подходе. Собрались все. И вот она. Жесть, какая она страшная. Какая она большая. И мы ее побеждаем. Атака. Атака, атака, атака. Жесть, походу, кого-то она уже убила. Блин. Забейте ее уже наконец-таки. Так, сколько бойцов мы потеряли? Всего лишь одного. Не так плохо. Слушайте, я еще нашел осколок метеора. Атакующие твари были убиты в кровавом бою. Так, секунду. Это очень-очень круто. У меня есть осколок метеорита. Только зачем он мне нужен, я не знаю. Да, видимо, монстры спускаются верхом на этих кометах, на метеоритах. Это странно. По-другому я объяснить не могу наличие осколка. То есть, реально происходит какой-то конец света. Метеорит превращается в монстра. Мы убиваем монстра. Он обратно перевоплощается в метеорит. В общем, все это очень странно. И да, блин, я не знаю. Рабочие. Сколько у меня? У меня четыре лесоруба, слушайте. Ведь можно одного из них отправить добывать руду. Мне нужно 30 руды. Если чувак будет ловко и быстро орудовать своей коляской, своей телегой, то, возможно, мы успеем даже сегодня построить кузницу. Чувак, тоже отправляйся работать на рудник. Но ведь не будет этой ночью такого жесткого... Да ну нафиг! Ну только не метель, а! Только не вьюга. Ну зачем же ты сегодня пришла? У меня и так все складывается не самым лучшим образом. Еще и вот эта хрень. Это дождь, мокрый снег. Это дичь. Ужасно. Снега по колено. Еле передвигаются бойцы. Еще и чувак будет в руднике сидеть целую вечность. Вместо того, чтобы просто залезть, нагребсти в телегу руды, вылезти. Нет, он там что-то делает. Что ты там делаешь? Бери пример с лесорубов. Они просто подъехали, уехали, подъехали, уехали. Я даже думаю... Нет, не буду переключать пока... Кто-то пришел новый? Да, друзья, пришел новый гражданин. А то и два, два чувака новых. Офигенно. Офигительно. Слушайте, это классно. Это реально. Давайте сразу сделаем им телеги и отправим работать. Пришла небольшая семья в поисках... В поисках работы на руднике, я надеюсь. Рудокоп. И рудокоп. Так, у кого нету телеги? У тебя нету телеги. И у тебя нету телеги. Шикарно. У меня три... Да стоп же. Все, у меня три рудокопа. Металл будет добываться максимально быстро, я надеюсь. Строить нет на кузницу, пока ресурсов не хватает. Тот чувак, которого я первым послал в рудник, только одну партию металла привез на мой склад. Одну всего лишь партию. Это жесть. Чем он там занимается? Я не знаю. У носу сидит, ковыряется, спит. Плюет в потолок. Да мне не важно. Просто таскай железо. Черт побери тебя. Оба, но у меня еще появился какой-то самоцвет. Жесть, ночь наступила. Нихера не успели мы добыть железо. Все из-за гребанной метели, я думаю. Так, ладно. Мне придется одного из рудокопов по-быстрому сделать. Успею или я? Сделать, сделать, сделать. Факел? Деревянное копье. Рабочие. Рудокоп. Ты, чувак, сегодня не спишь. Ты сегодня у нас будешь охранником. Еще одним. Нужно четыре охранника иметь ночью. Иначе беда. Все. Всех вооружил. Блин, у тебя нет почему-то. Я ждал тебе копье. Черт побери. Все. У всех есть копья. Да, ночью ты не поспишь, но зато сохранишь спокойствие в нашей деревне. Будем надеяться. Не знаю, что будет этой ночью. Я буду продолжать дальше добывать железо на руднике. Так и быть. Может быть, за ночь даже успею добыть четыре единицы. В принципе, я делаю это довольно быстро. Если еще и в юго пройдет, так вообще счастье настоящее придется. И вот. Оу! Ес! Друзья, она закончилась. Ну, просто невероятно. Такое ощущение, что мир был замедлен в десять раз. И вот он снова имеет нормальную скорость. Это офигительно. Все стало так быстро, так приятно. Нет, нет предела моей радости. Это просто слезы счастья. Эх, класс. Как же это круто. А? Я слышал, как кто-то рычит. И это просто... Нихера себе! Да ну нихера себе! Что ты? Что это за существо-то такое? Что это... Вау! Вау! Ха-ха! Вау! Да вы видели это или не видели? Это просто безумие. Я думал, все самое жесткое позади, но нет. Пришло вот это? Жестко. Вот это я называю жестко. Безумие какое-то. Сменить работу и диди копай руду. Это охренеть просто. Это охренеть просто. За несколько ударов он положил всех моих рабочих. Безумие. Но буду надеяться, что мы переиграем этот день. И метели не будет. Я успею накопить на... Кузницу. Если успею, может быть там я создам нормальные доспехи, оружие. Ну потому что с этими тварями уже по-другому просто никак не совладать. Нужно работать. Нужно работать и добывать много. Я даже сделаю так. Рабочие. Еще одного лесоруба отправлю сразу копать руду. Вы должны успеть по-любому. Это единственная надежда. Если я каждую ночь буду терять по несколько рабочих, то никак я не смогу выиграть. Просто уж никак. Ничего тут не поделать. Но пока все вроде складывается довольно приятно. Метели нет. Мы уже добыли 18 руды. А он по 3 таскает всего лишь. А я думал по 5 будет таскать. Да, я понимаю. Руда тяжелая. Ее можно утащить меньше, чем древесины или пшеницы. Хорошо. Ладно, сразу отправляюсь сам на рудник. Да, не зря. Не зря мы переигрываем. Не зря. Нет в юге. Все происходит очень быстро. Но мне жалко этого лесоруба одного. Он остался реально совсем один. О, два чувака пришли. Хорошо. Блин, сейчас ночь наступит. Так быстро. Ладно, мне придется сделать вас тоже, черт побери, бойцами. Че так быстро день прошел? Серьезно, он же только начался. Так, ладно, рабочие. Два странника. Охранник. Охранник. Охранников пять штук. Так, тебе копье. И, чувак, тебе копье. Отлично, хватает, друзья. Хватает кузницу построить ресурсов. Что можно делать на кузнице? Железный топор, деревянное копье, факел, лук и стрелы, серп. Отлично, друзья. Давайте сделаем железные топоры. Два железных топора. Шикарно. Вооружим ими охранников. Мука. Железный топор. И, я не знаю, больше урона наносит железный топор или меньше. Наверняка железный топор пригодится лесорубам. Но вот что касается... Оба-на, очистить пути к реке можно? Но вот что касается этих ребят, я понятия не имею. Я тут запутался, уже много всего появилось. Короче, ладно. Давайте продолжать работать на руднике. У нас пять бойцов. Двое из них вооружены топорами. А это уже, наверное, лучше, чем копье. Наверное. Непонятно. Доспехи делать так и не научились мы. Ну ладно, днем сделаем кирки. Лук и стрелы полезная вещь. Давайте кому-нибудь из охранников дадим лук и стрелы. Рабочие. Охранник. Вот тебе. Кому... В смысле? А как? А как? Ладно, бери копье. А как дать лук и стрелы? Я же их сделал. Посмотрите, что происходит. О, так сегодня мне повезло. Мы без потерь смогли отбить вторжение волков. Их было много. И мы справились. Ура. Только не совсем понятно, для чего нужен лук и стрелы. Я типа их сделал. Пытался кому-то вручить, но... Ничего не получилось. Это на самом деле довольно странно. Очень непонятно. Ну вот, еще раз. Охранник. Железный топор убираем и... Нельзя. Можно дать только... Непонятно, в общем. Непонятно. Ну, Зиак, иди. Я не знаю. Смени работу и... А вот, разведчик. Требуется лук и стрелы. Прикольно. Есть профессия. Оказывается, теперь разведчик. Я пока буду расчищать путь к реке. Не знаю, что нам это даст. И параллельно было бы неплохо... Назначить еще... Хотя нормально. Древесины. У меня совсем нету древесины. Быстрый устал. Трудоголик устал. Они все устали. В общем, заставлять... Работать я их не буду. Путь к реке свободен. Что это дает? Строить. Верь в хижина у реки. Угольная шахта. Пастбище. Короче, кучу всего я теперь могу делать. Но ни на что не хватает древесины. Нужны новые рабочие. И, по-моему, кто-то к нам бредет с копьем наперевес. Вот мне интересно, будет ли разведчик ночью сражаться со своим луком. Потому что лук это очень круто. Можно отбивать атаки на расстоянии. Это всегда хорошо. Это всегда приятно. Посмотрим. Пока, друзья. Мы на этом с вами остановимся. Большое спасибо за внимание. За просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok